Итак, возвращаемся к поэтической части нашего сборника. Здесь присутствуют два автора, которые украсили своими творениями сборник. Это Алла и Дмитрий Ивашенцевы. Я прошу даме приоритет, Аллочка, не откажите в любезности подарить свои стихи публике. Знаете, после такой музыки нужно, чтобы Мирковский выступил. Уж, извините, у меня будет потише. Европа памятью дворцов на севере заледенела. Метели носятся концом по древностям и каминетам. Легенды плещутся бельем между ангелом со шпилем и ангелом с дворцовой. Не веря мифам наших дней и дней прошедших, В тумане мрачности невы и серой конетели. Сам превращаешься в фантом дворцов, мостов и переходов. Раскольников сеной на судьбу сопряжав руках, Старух пугает. Незваного на Невском чудо ждет, от сырости изнемогает. Сосредотачиваясь на душе, живые, неживые, Впечатляют интеллекты жилы под ложку города взором Завороженных горожан, смутивших разумы России. Можно быть нигде, а можно в Ленинграде, И отражение в несущейся воде, как тень на камне остается. Земля еще была кругла, и город заставлял его любить. На праздниках людей ловили, в будни подвалы и сквозняки. Смеяться, чертыхаться, любить и ненавидеть. Только не хуже. Ангелы промолчали. Земля перестала быть шаром. И вы знаете, это правда, наша земля уже не шар. Если кто не знает. Приходило ко мне вдохновение. Не видите, красавицы Нинка, Отдыхайте, счастливые ритмы, у мелодичного ручейка. Издалека показалось лицо, мохнатое что-то. Не рогатое, а даже хорошее, По весеннюю энергичный посыл пришел. Протянул мне мохнатую лапу, Пальцы мои согрел. По граням пространства Кандатоходцам идут, качаясь. Мохнатое это упасть не дает, Добра вдохновения это. Если зажечь свечу в квартире, Когда-то новой и яркой, В сумерках углов появится что-то и кто-то. Вести беседу будут со мной, не со мной, тихо, А может молча. Невысказанных оглушит, Неравнодушие выспасет. Одиночества нет, Есть молчание страх. Свеча мерцает, раз в другой, Тень узнаваема будет. Выскужит за многих, Причувствия, совпадения, Жизнь течет, преумножая, Общество своих. Дмитрий Александрович, Не откажите. Цикл из четырех небольших стихотворений «Осенние строки». Мне казалось, что строки иссякли, Как в полночном бокале вино, Но стекают янтарные капли По бумаге на звонкое дно, И узорчатый отблеск огранки, Отражая бездонность небес, В мире слов неприжившейся страны, Брызнул светом, мелькнул и исчез. Власна осень над жизнью растений, Золотистая охра и прах, Вновь холодный пронзительный ветер Беспрепятственно бродит в полях. Русь моя, перелетная птица, Ты из века качуешь в века, С этим ветром шальным породнившись, Держишь сердце в холодных руках. Там, где ветер качает деревья, Притаилась осенняя мгла, Память тихо свернулась в передний, Обережные шепчут слова, Как сберечь это хрупкое счастье, У камина сидеть и молчать, А за окнами дождь и ненастья, И низги ни судьбы не видать. Прозрачные тишины тень яблони осенней, Когда плоды висят на черенках веселья, И в руку падают волнующие круглы, Так и слова созрев в сердца упасть должны, Впитав неровный ритм пустоты полноты И тяжесть светлого творения. Ну, спасибо. Ну, друзья мои, Подвольте вам предложить Собственные творения Немножечко. В Петербурге снова хмурит, То ли вечер, то ли день, И опять не видно улиц, Город-притрак, город-тень. Меж продровшими домами Пробирается туман, Облаков ползущих стая Наривает сон дурман. Неб покрылся черным цветом, Плачет горькая капель, Ждешь, когда дарит цветом Белогрудая метель. Петербургская зарисовка. Невский ходит гоголем, Залитый проезжими, Лица все похожие, А глаза безбрежные. Девки голосистые, Парни возбужденные, От восторга сытые И в себя влюбленные. Формами позируют На мосту Аничковом, Кони тугогривые, Кажутся им птичками. Вздох у Катьки в садике, А затем у Пушкина, И спешат уж к Вольфу И Беранже отужинать. На дворцовый столб стоит, Ангелом увенченный, Уж глаза вслепаются, С умраком заверчены. Еще одно стихотворение, Оно называется Для истории. Когда мы готовились Выступать на книжных аллеях, Немножко там менялась программа, Посвященная поэтам Теребряного века. И поэзия Блока Не годилась, И я начал листать Раннего Маяковского. И увидел у него, Простите, Увидел у него Маленькое стихотворение, Которое тоже называется Для истории. Когда все расселятся В раю и в аду, Земля итогами Подведена будет. Помните, В 1916 году Из Петрограда Исчезли красивые люди. Меня это утверждение Немножечко Покоробило. И поэтому Я написал вот что. Когда-то в году 1916 Красота расплескалась По эмигрантским трясинам, А села где-то За кордонную Насыпью Спиной Кочеротевшим Русским равнинам. Русь Без красоты Стала кукожиться, Ее колбасила Целую вечность. И вот, Наконец, Красота Начала Множиться. Проклюнулась В людях Человечность. На петербургских Вредно Для организма Любви Водержания. Иначе Жизнь будет Мелкой-мелкой. Развеется Пыль ее По свету белому. И не заметишь, Как сам Скукожишься. Красней От любви Помидорами Спелыми. И все Вокруг Добротой Приумножится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ